Салют подписчикам канала Атомасем и случайным зрителям этого видео. Недавно на мой Xiaomi Poco F5 прилетело обновление HyperOS версии 1.0.5.0. На более современных смартфонах, так скажем, уже обновление более новое. Тем не менее, после вот этой обновы я стал рыться и смотреть, что интересного в телефоне появилось в настройках. И как можно еще что-то увеличить в плане автономной работы. Прикол в том, что, казалось бы, уже все нашли в телефоне. Все настройки пролазили, все сделали. Но нет, я нашел одну интересную настройку, которая помогает увеличить время автономной работы, а именно время работы экрана, на целый час. И это существенная разница для многих пользователей. Настройки простые совершенно. И все, кто пользуется смартфонами с HyperOS, можете также пройти и посмотреть эти настройки. Они скрыты в разделе аккаунта Xiaomi. И тут будет пункт об аккаунте Xiaomi. В нем нам нужно выбрать политику конфиденциальности. И найти в этом огромном тексте первую ссылку. Проходим по этой ссылке. Тут все на английском языке. Но нам нужно выбрать вот этот пункт. Mi Account. Таким образом, попадаем в веб-версию аккаунта Xiaomi. И тут нужно выбрать раздел приложения. В котором вы увидите все приложения и сервисы, которые обновляют в фоне информацию об аккаунте Xiaomi на вашем смартфоне. Если вы какими-то из этих сервисов не пользуетесь, то отключайте их. К примеру, я захожу в сервис Android Auto. Я им не пользуюсь и нажимаю удалить. Далее, что касается настройки синхронизации различных аккаунтов. Есть в телефоне такой пункт, как отпечатки данные лица и защиту устройства. Тут, казалось бы, уже ничего нельзя сделать. Но, тем не менее, есть раздел доступ к личным данным. Используя эту настройку, вы можете не только увеличить автономную работу смартфона, но и снизить показ рекламы. Не секрет, что в телефонах Xiaomi есть такие рекламные жучки, как MSA и System Diamond. И в данном разделе настроек они получают доступ к личным данным. Поэтому мы отключаем MSA. После отзыва разрешения, приложение прекратит сбор данных и удалит все свои данные из серверов. Поэтому отзываем. И то же самое делаем с System Diamond. Если ваш телефон раньше работал на MIUI, но потом обновился на HyperOS, вы, наверное, могли заметить, что телефон стал быстрее разряжаться. И дело тут, в частности, кроется в том, что синхронизация сервисов и аккаунтов в HyperOS происходит чаще, чем в MIUI, что, соответственно, влияет на расход батарей. Поэтому мы проходим в общих настройках в раздел «Расширенные настройки». И тут выбираем пункт «Аккаунты и синхронизация». Посмотрите, какие аккаунты и службы используют синхронизацию и отключите то, что вам не нужно. Я же обычно отключаю общую синхронизацию, автосинхронизацию данных. Таким образом, телефон работает от одного заряда дольше. Вот такие простые настройки, я думаю, они помогут увеличить автономную работу смартфона, и ваш телефон будет радовать вас еще больше. На канале еще много интересных настроек. Заходите, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить какие-то новые видосы. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго и до скорых встреч!